В Севастополе активно готовятся к празднованию 70-летия Великой Победы. В городе создан волонтёрский корпус. Его участники будут помогать в организации и обеспечении запланированных мероприятий. Стать добровольцем может каждый. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте волонтёры.рф. Уже 27 марта пройдёт первая рабочая встреча активистов. Сейчас их более 350 человек. В Севастополе акции, приуроченные ко Дню Победы, стартуют через полторы недели. «4 апреля будет первый этап закладка аллеи. Мы будем закладывать её на Сапун-горе в специально определенном месте. И 4 апреля совместно с Первым каналом СОРТ, совместно с ветеранами города, волонтёрский корпус, силами наших ребят, мы будем высаживать 500 кустов саженцев в сирене». После закладки аллеи в городе пройдут акции «Георгиевская лента», «Письмо Победы», «Бессмертный полк» и «Свеча памяти». Помимо развития волонтёрского корпуса, севастопольцы вовлечены и в другие молодёжные проекты. 24 апреля активисты Российского Союза молодёжи будут стоять в карауле у памятников Великой Отечественной войны. Кроме того, горожанам раздадут познавательную информацию о культурных объектах Севастополя. «С марта месяца мы проводим тренинги со школьниками, с ученическим парламентом Севастополя на базе детского и юношного центра детства и юности, потому что школьники выразили желание расти и быть связанными со студентами». Молодая гвардия – одна из самых популярных российских организаций. В Севастополе появилась летом прошлого года. Её активисты реализуют семь федеральных проектов и один региональный. Меньше чем за год работы ребята сделали многое. Например, поучаствовали в проекте «Агент», в рамках которого провели рейд по незаконной продаже алкоголя несовершеннолетним. 30 марта в Севастополе молодогвардейцы откроют школу молодого депутата. На сегодняшний день в добровольцах нуждается проект «Студия-13». Его участники пропагандируют политику президента Российской Федерации Владимира Путина.